Девочка-пай В одном из своих видео я упомянул, что у меня большая коллекция синтезаторов. А также, что у меня имеется советский синтезатор ТОМ-1501, который не использовался лет так 15. 1 сентября случилось то, что случилось. Для нашего города это выдался совсем непростой день, поэтому клавишу пришлось спасать, как и всё, что оказалось рядом. И вот долгожданное первое включение после всего, что он пережил. К вашему вниманию представляю советский стрингс синтезатор, восставший из пепла с мега-рычащим звуком. ТОМ-1501 Приобрел я его в 2006 году на вторичке у энергодарского музыканта. Купил ради интереса. Я тогда был ещё совсем зелёный, как в музыкальном плане, так и... ну в общем не важно. На тот момент у меня уже была самоиграйка Yamaha PSR-550, которую мне подарил дедушка. Тоже в своё время был немного связан с музыкой, собственно, как и мой отец. И в своё время очень помог в моём нелёгком музыкальном и звукорежиссёрском пути. Да, светлая память обоим. Ну что ж, хватит болтать, послушаем, как звучит ТОМ-1501. Секция пиано. Секция клави-корд. Такой электроклавесин. Острый. Секция клави-корд. Дальше у нас идёт скрипичный альт. Также включается функция оркестра. Это некий такой хорус. Скрипки без оркестра. Секция клави-корд. 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 Кру Секция клави-корд. Субтитры создавал DimaTorzok Послушаем два модуля Piano и Brass Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok